включить запись значит сегодня мне помогает алексей дьяков похоже так и потом у нас еще есть есть там еще кто-то все да алексею заранее спасибо большое и сегодня мы с вами поговорим о таких вещах как вот за дело всех ответы на вопросы и непонятности то есть разберем непонятки пройдемся по организационно-правовой базе инвестиций в проект skyway вот и возник тут целый ряд вопросов которые было высказано в письме екатерины фадеевой но она молодец она пишет кто как понял возможно я ошибаюсь екатерина фадеева значит я сделал маленькой такой как бы выдернул из ее письма кое-что и на этой базе те кто успели сегодня пораньше видели сейчас этот ролик который такую реакцию от екатерины ну и естественно там много было и последователей которые скажем услышали что-то на кухне сказали а не стали разбираться почему и что и как я напомню вам что пару вебинаров назад я вас очень просил будьте пожалуйста про активные то есть положительные и конструктивные и постарайтесь понять о чем вообще идет речь о чем контексте вообще зачем этот ролик выпустили затем чтобы рассказать о сельском хозяйстве что ли нет это был фрагмент который просто использовали и я объясню почему и как значит ну приходится объяснять коль такая реакция потому что смотрите есть инвесторы приобретать доли в капитале или в свиге а так точных гарантий нет что они впоследствии переоформить эти доли в акции ну слушайте я не знаю как за счет свига я в свиге не был давно уже 2015 года я не знаю как все но за капитал я четко вам вручаю что такое капитал там значит говорится действительно что капиталы свиг магазина красиво рассказывать технологии обернули обещание в упаковку обучающих пакетов свиг благотворительность капитал какая благотворительность никакой благотворительности нет потому что капитал это очень четко обозначена если вы читали а скорее всего нет уважаемой екатерина и те кто не читал посмотрите договоры там капитал ничего не продает капитал является агентом для инвестора причем агентом со стороны владельца технологий gti не кого-то там с улицы а четко владельца технологии g то есть gti компании в которой анатолий юницкий как вот и в ролике сказано передал свою интеллектуальную собственность что инвестиции агентом на является что инвестиции дойдут до места назначения он агентирует с одной стороны ему доверяет жить я и что да общайся вот но этого не касается как правильно там говорит юницкий конечно его это не касается вот все берет на себя посредник то есть а джитя как агент но с другой стороны он является и посредником что для кредитора потому что кредитор пожелавший получить залог в собственность будет занесен в реестр то есть он был свой кредит это называется значит договор с кредитование с залогом или с обеспечением вот поэтому здесь нет ни продажи ничего этот договор был сделан в 2016 году в начале и он применяется двумя компаниями он применяется в принципе изначально был капитал разработан и применяется рсв это вообще нет разговора потому что это своеобразная площадка хотя это тоже площадка это тоже магазин вот и в основном этот разговор весь заводился как я понимаю это я понимаю я с вами делюсь своими понятками этот разговор был заведен лишь только для того чтобы скажем так немножко или насколько это возможно заткнуть а всех онлайнеров всех троллей которые во всеуслышание значит трубят что это пирамида и так далее так далее и дальше об этом мы сегодня тоже с вами посмотрим я кое-какие комментарии об этом да поэтому здесь дорогие друзья очень четко надо понимать кто есть кто и чем он занимается это значит еще раз вернусь обратно это магазины это ведь магазины вы купили товар под той маркой под который продавался ведь картофель может сгнить друзья значит это не о картофеле и не об этом говорится говорится о том что кто-то что-то предлагает другое и здесь я осмелюсь еще раз опять мое понимание я осмелюсь ведь ролик появился после того когда уважаемые компания свик во главе с значит с андреем хавратом выпустила что-то по крипто на рынке поэтому какая ответственность какая что что может другая другая компания сделать ровно так же как например наехали на нас что в италии какие-то там инвесторы значит презентовали технологию skyway и их и задробили технологию skyway я прошу прощения значит и кто что как к кому они относятся ведь извините и платок на роток никому платочек не накинешь поэтому да есть различные рвущиеся значит к чему-то там товарищи кто-то в своей 0 это или по но я буду руку я извиняюсь тут у меня есть слушатели которые телефоны не могут выключить ну вот и значит поэтому они что-то там не так сделали скорее всего вообще не туда сунулись и об этом мы тоже уже давно говорили поэтому это надо понимать о чем идет речь таким образом дорогие друзья я вернусь обратно значит и пройдусь вот по этим вопросам значит смотрите и самое надежное вот вообще могу весь свой разговор закончить по поводу вот этой комментарии екатерина падеевы если вам покажу или когда вам покажу вот эту таблицу смотрите это выписка из моего значит но скажем реестра моих акций причем она видите она я ее в 20-го то есть вчера сделал это самые первые начальные в 2016 году сделанные мною инвестиции в начале 2016 года да это еще компания евразии на релс к в систем холдинг не было холдинг 2 не было холдинг 3 вот здесь четко указано сколько акций значит сколько регистрации здесь в этой таблице и кто подписывает это не кто-то там с улицы не маслом не петро вне сидора и кудряшов никто подписывает кто призер президент группы компаний skyway анатолий юницкий и стоит соответствующая подпись это чистейший и здесь наверху написано что это акции регистрированный я евразии на скале сисим холдинг лимитит в акционерной компании какой еще документ нужен во что этот товар превратится он уже превратился это не товар дорогие друзья это залог который человек в данном случае масло владимир маркович взял свою собственность он сказал то есть я что дорогие друзья те инвестиции которые сделают я вернет тот кредит который значит немножко звук регулируйте а что громко что ли ну поскрипывает поскрип так может быть я тогда одену наушники отсюда будет лучше звуки тем сейчас одну минутку я надеялся что компьютер даст хорошая сейчас она минуточку сейчас потерпите друзья так я включу сейчас я включу Сейчас слышно. Дайте обратную связь, пожалуйста. Так, Марина, сейчас отлично. Кристина, Беларусь, слышно хорошо. Да, без скрипа. Все понятно, спасибо. Спасибо. Так вот, таким образом, это самые лучшие и самые четкие документы. Тут никаких дискуссий нет, тут вообще не о чем говорить, кто, что, кому. И самое главное, смотрите, есть инвесторы, приобретают доли в капитал, гарантий нет. Почему нет? Что они впоследствии переоформятся. Вы, Екатерина, или давно это делали, или же по наслышке все это дело писали. Вы услышали, но не разобрались, в чем дело. Поэтому я всем рекомендую всегда разбираться, дорогие друзья. И теперь я прокомментирую тогда по всему. Значит, еще прежде чем я перейду к перечню, которая есть, я еще отвечу на несколько вопросов. Планируется ли создание офисов Skyway Capital в европейских странах, а также в мире? Если да, то кто будет управлять ими в будущем? Вы знаете, дело в том, что Skyway Capital никаких офисов не собирается открывать специальных. То, что учрежден фонд, если будут, они будут, будут у фонда, Всемирного фонда Экопланета будут образовываться, я полагаю так, в этом будет смысл в ближайшее время, образовываться на каждом континенте какое-то свое представительство. И не более. Никаких офисов Skyway Capital нигде образовывать не будет. Будет распространяться система, это мое видение, будет распространяться система так называемых партнеров, с которыми будут делаться совместные предприятия. Но после того, когда будет пройден период пилотного проекта. То есть на пилотном проекте отработается и совместно тогда будет сделана компания, если это понадобится. Потому что, как практика показывает сейчас, подготовительная практика, в большинстве или, скажем, подавляющем большинстве стран законодательство предполагает наличие некой местной компании, которая берет на себя делопроизводство по организации целого ряда предпроектных работ. Конечно, это может сделать и партнер, что и делает обычно на стадии пилотного проекта партнер, например, во Вьетнаме, Дайвет, компания. Она взяла на себя определенные задачи, она уже там много чего подготовила. И пройдя пилотный проект, который она будет в основном на себе нести все основные такие коммуникационные и другие задачи вместе с нами при нашей поддержке полной, будет принято решение, надо ли создавать совместное предприятие. Потому что совместное предприятие это расходы. Или же так и будем работать дальше на договорной основе и подготовить пилотный проект. Потому что сама эта компания, создание этой компании, офиса где-то в какой-то стране, это не цель сама по себе и это достаточно дорогое удовольствие. Поэтому мы идем по пути минимальных расходов. Что будет в будущем? Я так думаю, что поскольку от меня, если будет зависеть, я не сторонник создания офисов Skyway Capital в каких-то европейских странах. В этом глубокого смысла нет. Хотя люди отдельной компании, если они этого заслуживают и им это надо, они могут получить определенные полномочия от Skyway Capital, там функционировать и так далее, и так далее после соответствующей подготовки. Второй вопрос. Вы думаете, что акции выйдут на IPO по цене 1 доллар? Это иностранец писал, значит, по цене 1 доллар. Да, я не только думаю, а я уверен в этом. Потому что таковы правила вывода акций на открытый рынок, на биржу. Они всегда выводятся по номинальной стоимости. А номинальная стоимость акций Евразия, Нореллска, Весисон, Холдингов, раз, два, три обоих. Всех трех, извиняюсь. Один доллар. Они не сплетовались, это не делается. И как вы слышали здесь в ролике тоже, там сказано, что до завершения и по этому проекту этого делаться не будет. По результатам 15 этапов. Все ли акции, 400 миллиардов и более акции участвуют в распределении дивидендной доходности? Ну, то есть в распределении дивидендов. Да, все участвуют. Но, как вы знаете, существует правило. Все компании Евразия, Нореллска, Весисон, Холдингов, один, два и три, они обладают привилегированными акциями. Что это значит? Это значит, что, допустим, акционер Global Transport Investment, который выпустил эти акции и эти компании открыл, внес во все Евразии, Нореллска, Весисон, Холдингов, один, два, три, каждый из них внес привилегированные акции, соответствующее количество. Я вам показывал, сколько, где. И это значит, что в первую очередь 100%, ну, допустим, предположим, это 100 миллионов прибыль, которая следует разделить на дивиденды. Это значит, что от 100 миллионов в первую очередь будет 20 миллионов отсчитано или, скажем, отделено. И на все вот эти Евразии, Нореллска, Весисон, Холдинги распределено пропорционально тем акциям, которые там есть. И только после этого будут разделяться остальные 80%. И что с ними будут делать? Как правило, обычно компании направляют эти деньги на развитие. Что значит для нас развитие? Для нас это значит, что будет созданное определенное производство, что-то еще и так далее, и так далее. О чем как раз в бизнес-плане говорится и о чем зачастую, если не каждый раз говорит Анатолий Эдуардович. Потому что цель этого проекта не брать какие-то деньги и почивать на лаврах или жить где-то на Багамах или летать на собственном самолете. А накапливать средства на развитие самой технологии. Это раз создание транснет-системы, которая абсолютно необходима для перехода в дальнейшем на околоземное орбитальное производственное кольцо. То есть это будущее. Но о нем все равно уже сегодня думается. И здесь я чуть-чуть показал вам, что практически этот механизм заложен и здесь. Когда закончится продажа основных пакетов акций, когда появятся пакеты адресных проектов? Вы знаете, закончатся инвестиции, правильно и так ответить, полуформально. Я прокомментирую то, что я сейчас скажу. Значит, не продажа основных пакетов, а предложение инвестиционных пакетов под кредитование с залогом. Оно закончится тогда, когда будет исчерпана и набрана полностью инвестиции для завершения сертификации технологии Skyway. То есть пройдут 15 этапов. Вот практически когда она закончится. Но это не значит, что лишь только тогда начнутся пакеты для адресных проектов. Адресные проектов пакеты готовятся практически во всех адресных проектов. Более пару десятков их уже в работе. Таких серьезных проектов. И в них в каждом рассматривается свой пакет. Причем там рассматриваются зачастую как вариант, где нет, по крайней мере за те, которые я говорю, у них, скажем так, у 80% из них нет начального крупного инвестирования или финансирования. И они все рассматриваются как финансирование через ICO-систему. То есть криптоприложение. То есть через крипторынок, через токенизацию проекта. Там есть одно большое но. Вот здесь в наших роликах говорится, я сейчас к этому вернусь, когда буду комментировать. Но здесь надо понимать, что не все совсем так, как комментирует там голос этого ролика. Но местами я не для того, чтобы кого-то там критиковать или поправлять, а для того, чтобы вы понимали лучше, я кое-что прокомментирую потом. Значит, смотрите, я обращаю внимание тех, кто смотрел ролик, и о нем там сказано, что настоящий меморандум подготовлен для инвестора проекта «Скавей». Дали инвестор с целью описания юридической структуры проекта «Скавей». Запомнили, главной целью проекта, и здесь определено, что является главной целью проекта, является создание современной высокотехнологической, высокоэффективной транспортной системы второго уровня. Отличительные признаки. То есть технологии «Скавей» и выведение ее на рынок с целью и возможностью ее использования. Не просто отсертифицировать и сидеть, думать, кто ж теперь придет к кубе, а ее еще надо вывести, показать и по ней работать самим. То есть, одним словом, это очень важно. Таким образом, мы видим, что интеллектуальная собственность, начиная с 2013-2014 годов, через группу компаний «Скавей» вышла за счет краудинвестинга. Здесь я тоже позволю себе сказать, что это не совсем краудинвестинг, хотя в обороте это слово. Как только мы говорим, вот юристы, как юристы международные говорят, а, краудинвестинг сразу, где лицензия? Ни одна компания из нас, кто мы занимаемся привлечением народных денег, не имеет лицензии, кроме Royal Capital Group. Кроме Royal Capital Group, которая буквально в прошлом году учреждена, она имеет лицензию, но она реализует свои акции. Понимаете? И там есть своя система, сейчас не будем вдаваться подробнее. Поэтому мы занимаемся не краудинвестингом юридически, лучше говорить не краудинвестинг, а краудфаундинг в лучшем случае. Там тоже есть свои ограничения. В каждой стране ограничено краудфаундинг от 800 тысяч евро, по европейским странам, до полутора миллионов евро, когда не требуется от финансовых регуляторов никаких разрешений. Как только больше, надо опять лицензировать эту деятельность. Поэтому здесь мы и предусмотрительно в 2016 году предусмотрели, что это будет так называемое кредитование, которое превращается в инвестирование до момента, пока человек вносит свои средства, он кредитует проект. У него стоит возможность, ее обеспечивает агент, в данном случае Skyway Capital, что как только он завершит свой пакет, то у него есть выбор. Он или выбирает и берет этот залог, который стоял за этим пакетом, берет свою собственность, и тогда он становится инвестором. Но он становится инвестором именно в этот проект, и у него залог становится его собственностью. Я показывал вам свою выписку из моего, мою выписку из реестра, компании Евразия Нарелской Абиссии Синфолдинг. То есть я стал владельцем, но это внутренние акции, и я ими не могу сейчас пока распоряжаться до момента вывода их на международную биржу. Но они за мной, это моя собственность, она зарегистрирована в реестре компаний. Поэтому это очень важно, вот эти нюансы, их понимать и этим делом пользоваться. Далее, идет GTI, Unicorp, да, действительно, они не занимаются привлечением инвестиций, они владеют интеллектуальной собственностью, и они занимаются воплощением жизни этого проекта. Далее, создана была Skyway Capital, образовалась, она создана, начало тестировалось в 2015 году, но фактически ее деятельность началась в 2016 году, активная деятельность. Skyway Invest Group, это компания Андрея Ховратова, честь и хвала, я всегда готов снимать шляпу, если она у меня на голове, что действительно Андрей Ховратов на начальном этапе, да и впоследствии постоянно поддерживает технологию. Но там совсем другая картина, дорогие друзья, и поэтому не надо божий дар с яичницей путать. Система краудинвестинга, мы не система краудинвестинга Skyway Capital, да, тем более не Skyway Invest Group. Там вообще пакеты люди получают и получают свои подарки. Вот, мы занимаемся кредитованием проекта, так как я вам уже об этом говорил. Далее, значит, Skyway Capital является, значит, долей компании, ну не реализует, а он как бы использует доли компании, если правильно говорить. Оставляет какую-то часть в качестве вознаграждения, правильно. Значит, как по ролику, кто смотрел, да и вообще теория мировая показывает, что большинство, то есть компании, которые что-то хотят реализовать, они должны и обычно тратят достаточно большие средства на маркетинг. То есть на продвижение того, что они, значит, предлагают, то есть продукта соответствующего. В данной ситуации мы, я могу вас уверить, что, значит, не более 30% уходит на реферальные ссылки, не более, 30-32%. Поэтому здесь абсолютно мы постоянно следим за эффективностью использования средств. За работу инвестиционной компании, это здесь уже сказано. Далее, значит, вот я об этом уже говорил, не буду больше дальше комментировать, потому что действительно, и правильно сделал Анатолий Дарович, он крестился от всех возможных выпадов. Для того же капитала, бог его знает, чем мы еще столкнемся и где-то оступимся, значит, и надо ему это расхлебывать за нас еще, бог знает, что у него своих забот по технологии хватает, чтобы она вышла бы вовремя, все было бы и так далее, и так далее. Тем более за Skyway Invest Group, тем более за компании, которые там еще подмазываются под имя Skyway. Понимаете? Поэтому абсолютно правильно, ну, ладно, фермер Юницкий вот так высказался, но бог с ним, ничего страшного. Поэтому надо все правильно стараться понять и, самое главное, не распространять ложную информацию. Тем более, вот здесь вы видите, да, что тут разные компании пытаются примазаться. Так, тут есть вопросы сейчас. А, там нет пока вопросов. Вопросы, вопросы сейчас. Пока нет, да? Отлично. Вот, теперь смотрите, признаки пирамиды. Я немножко остановлюсь на кое-каких моментах. Здесь действительно это очень важная тема, там затронута, я посчитал, необходимо прокомментировать. Отсутствие государственной лицензии на привлечение денежных средств. Правильно сказано, нет такой лицензии, поэтому мы не являемся инвестиционной компанией. Но нам эта лицензия и не нужна. Там очень хорошо в ролике прокомментировано, что-то добавить очень трудно. Обещание высокой доходности в несколько раз превышающий рыночный уровень. Предположить можно, но везде, и у нас есть дисклеймер, где есть предупреждение, что это так называемый план. Это же показывает финансовый план, бизнес-план показывает то же самое, что возможность за счет капитализации это все происходит. И в конечном итоге здесь тоже уже показано, что даже на примере зао-струнной технологии, мы видим потом в конце, там в ролике будет картинка, насколько увеличивались капитальные средства и собственный капитал компаний зао-струнной технологии. Поэтому, значит, превышающий рыночный, в несколько раз превышающий доходность, в несколько раз превышающий рыночный уровень. В такой доходности в несколько раз превышающий рыночный уровень. Ну, это такое высказывание, как оно есть. Гарантирование доходности. Гарантированная доходность является самой лучшей гарантией, является то, как сейчас идет процесс. Поэтому весь процесс идет нормально, и эти признаки пирамиды, они не совсем те, о которых можно и нужно говорить. Поэтому, а вообще, когда-то у меня брали пару лет назад интервью, значит, и задавали вопрос, что, а что такое, вот вы привлекаете или вы, например, участвуете в пирамиде. Я сказал, а назовите мне, пожалуйста, хоть одну систему, которая не является пирамидой. Они говорят, как так? Я говорю, ну вот ваша газета, которая мне сейчас спрашивает. Давайте рассмотрим вашу структуру и как она использует средства. Я покупаю у вас газету, сколько ее себестоимость? Сколько идет у вас на рекламу? Сколько вам люди платят за рекламу? Что вы печатаете? Если мы посмотрим, она у вас тоже перимедальная. Во главе стоит кто? Президент. Дальше пошли. И так далее, и так далее. Система обучения. То есть все системы построены по принципу пирамиды. Я вам, отступая вот сейчас от основной темы, могу просто, дорогие друзья, сказать для раздумий, что мы сегодня стоим, вообще мировая общественность, экономика, управление, юридика, вообще организация как бы и экономических, и социальных процессов стоит перед выбором. Что уже не система пирамидного подхода и функционального подхода, она себя изжила. Мы подошли к моменту, когда мир вынужден переходить на так называемое управление процессом. Спонтанное управление. То есть это, знаете, как футбольная команда. То есть управление будет происходить, самая лучшая модель, это футбольная или любая другая игровая команда. Команда потренировалась, отработали. Иванов играет на правом краю, Маслов на левом краю. Там задачи такие-то. Но в зависимости от задачи, если мы видим, что надо выйти к Петрову и помочь ему по центру, то почему бы Маслову не переместиться с левого края, не поддержать его? Ведь основная задача забить гол, то есть получить результат, вывести команду в победители. И это является. А до этого ничего, кроме как правилами не обозначено, все остальное происходит в процессе команды. То есть слаженность команды и ее настрой определяется в процессе ведения. То есть по процессу, в самом процессе. Это очень такой простой пример, но об этом, если надо будет, мы можем в последствии поговорить. Потому что мы сейчас в Skyway Capital как раз и над этим тоже думаем, как в дальнейшем обеспечить. Потому что пирамидальная система, функциональное управление, оно не будет работать, когда мы перейдем на управление колоссальным количеством возможных проектов. И самое главное, для их обеспечения их деятельности. Иначе мы все погрязнем в этом процессе. А строить надо миллионы и миллионы километров. Так, далее. Значит, модель финансирования. Система края. Ну, об этом мы уже говорили. Значит, заключается в конвертируемом займе. Вот конвертируемый займ. Тут показана как раз система юнитских корпораций GTI. Он передал. Дальше начинается доля собственника через Евразию, например, Skyway Systems Holding к инвесторам. Инвесторам идут деньги. Деньги переходят. В GTI приходят, воплощаются проекты, то есть зао струнные технологии и другие компании Skyway Technologies, которые обеспечивают реализацию и выход технологий на мировой рынок. То есть ее сертификацию в первую очередь и дальше вывод на мировой рынок. То есть очень простая модель. Далее мы видим, что основные средства, вот то, о чем я говорил. Зао струнные технологии, основные средства начиналось в 2018, не начиналось, а на конец 2018 года. 12,5 миллионов денежные средства, там столько-то зданий, столько-то того, столько-то другого. Значит, основной фонд 40 миллионов, 46 миллионов и так далее, и так далее. И GTI тоже еще, кроме всего, колоссальной собственностью обладает. Что это, как ни капитализация, дорогие друзья, всех тех средств, которые, они не с неба упали. Это все с начала 2014 года наросло за счет вот этой, вот этой деятельности. Вот этой деятельности. Понятно, да? И в данном случае мы инвесторы-кредиторы или инвесторы-кредиторы-инвесторы. Сначала мы кредиторы, дальше мы превращаемся в так называемый инвестор. И как я там в чате писал, что, значит, для белорусов, например, там встал вопрос, что инвестор должен задекларировать акции и так далее. Инвестор становится в юридическом, правовом смысле, кредитор становится инвестором, это все понятно. Но инвестор становится реальным инвестором тогда, когда он сможет распоряжаться по всем функциям распорядительства своими акциями. Сегодня инвестор Иванов, инвестор Владимир Маслов не может взять ни одной акции из своего перечня, который там я вам показывал, например, хотя бы отсюда, если решения соответствующих компаний не будет. Было решение обменять что-то там на токен и так далее, у меня появилась такая-то возможность. Но это все равно внутрифирменный. Я не могу ни Иванову, ни Петрову, тем более какому-то родственнику чего-то передать. Нет, это ограничено право распорядительства и оно действует до того момента, пока будут выведены акции на IPO, на мировой рынок. Или же будет какая-то процедура, которая позволит их обменивать на токены. То есть через так называемое крипторешение что-то делать. Поэтому это надо понимать и не забывать. Еще я позволю себе отметить, что сказано вот в этом ролике. И он практически настолько очень хорошо сделанный ролик, просто нет слов. Четыре вида, раз, два, три, четыре сертифицированы. Представляете, большая часть остался Univind, которого вообще практически в плане не было. Он появился после этого. Unibike, он тоже появился за бизнес-планом. То есть он в 2016 году, второй половине появился только. Все остальное сертифицировано. Новое высокоскоростное в работе. И чего тоже в бизнес-плане не было, Unicom. То есть была перевозка, вот Unitrack, она находится в процессе, это находится в процессе разработки. То есть практически, дорогие друзья, мы находимся уже во второй фазе 13 этапа. Вот-вот-вот переходим на 14 этап. Поэтому процесс идет. И смотрите, значит, хорошо дана просто россыпь возможных сертификатов, патентов. Значит, что там еще есть? Ну, в основном авторские свидетельства и так далее. Причем даже говорят, что авторские свидетельства в некотором случае сильнее, чем патенты. Есть, мы не будем вдаваться сейчас в подробности. Но тем не менее, это все есть. Поэтому здесь особо, особо, значит, нечего даже рассуждать. И далее, значит, смотрите, что я еще хочу вам сказать. Я возвращаюсь обратно к тому, что мы в прошлый раз коротко говорили. Это так называемый свод-анализ. То есть анализ, не анализ, а описание сильных сторон, слабостей, возможностей и опасностей. Хочу кое-что сказать про народное кредитование и инвестирование еще. В рамках вот компании Евразия Нарелосковый Систем и выхода на IPO. Но в данном случае многие волнуются о том, что, ну да, мы на IPO выходим. Как на ICO? Сейчас появилось еще так называемое еще и, значит, СЦО. То есть так называемое Security Coin Offering. То есть так называемые защищенные коины или крипто решения. Это все решается, это все делается. И к этому мы идем. К этому мы идем. Но важно понимать, что просто так выскочить без завершающего решения. А что является самым проблемным, чтобы вывести? Потому что сначала, когда вообще это направление стали разрабатывать, думали, что ну вот мы себя сделаем и мы можем выйти. Нет, дорогие друзья. Правовое поле мировое, оно сегодня уже несколько раз получило лицом об стол. Не несколько, а несколько сотен раз. И поэтому сейчас очень четко отслеживается, что, кто и что выводит на ICO. И в первую очередь, и даже очень важно следят за тем, а мы-то занимаемся с вами не выводом на ICO, не мы, а головная компания, она занимается подготовкой платформы для крипто решений. Если кто следит внимательно, то должны бы это знать. И там не так просто в самом начале задекларировать все то, о чем было сказано в предварительном описании. Потому что большинство из того, что там было предложено, на мой взгляд, вот я сегодня вам могу сказать, требует наличия лицензии. А это значит достаточно длительный процесс. Причем, где ее выводить? В какой стране? В Белоруссии или в Лондоне, или в Таллине, или в Риге, или еще где-то. Понимаете, да? И тогда надо привязывать к соответствующему финансовому регулятору. И это надо выбрать и просчитать все. И поэтому поймите правильно, что вопрос не в нераспорядительности кого-то, а вопрос в согласовательности и в правильности принятых решений. Вот в чем вопрос. Которых, к сожалению, те специалисты, которые помогали нам и начинали этот процесс, не предусмотрели. Или, вернее, они его предусмотрели, но не довели до конца, когда это нужно было сделать. Вот, ну сейчас это все делается. И в нужный момент будет. Сейчас, извиняюсь. Таким образом, насчет ICO для финансирования адресных проектов. Но вот что касается финансирования адресных проектов, это возможности. Но здесь есть слабость. Потому что слабостью является, скорее всего, вернее, возможностью является то, что адресные проекты можно и нужно финансировать через ICO. Размещение именно инициации криптопредложений. Но там нельзя, там надо очень четко проработать, что мы предлагаем. Что? Акции нельзя предлагать. Как только мы говорим акции, все, это нужна лицензия. Нужен пройти процесс. Процесс, значит, аудитирования компании. Ее достаточности. Там достаточность финансовых средств, гарантии и так далее. Все не так просто. Поэтому есть, как бы, стопориться процесс и по эстонскому проекту, что вот мы делаем, да, по Швейцарии и так далее. Стопориться за тем, что, а что предложить? Что здесь предложить, понимаете? Чтобы профинансировать проект. А уже отсюда можно танцевать дальше к строительству. Поэтому не так все просто, как кажется на первый взгляд. И процессы не таковы, какими они могут показаться, ну, не посвященным в этой людей, людям. Рост стоимости акций выше одного доллара. Это говорит о чем? Что один доллар – это номинальная стоимость. Это возможность. Да, и к этому идем. Многоуровневая капитализация. Что такое многоуровневая капитализация? Это значит, первая капитализация, то, что показано в слайде, это первый уровень капитализации. Когда средства, которые инвестируются или же кредитуются, они превращаются в имущество, капитализируются. И их стоимость постоянно повышается. Потому что тут в ролике не сказано, но если взять, и об этом какое-то время назад говорилось, что если взять сегодня, например, так называемую расчетную рыночную стоимость всего того, что создано, то она значительно выше тех 46,5 миллионов и тех средств, которые там есть. Завершив строительство экотехнопарка, его так называемая сравнительная рыночная стоимость может быть выше 1,3-1,5 миллиарда долларов. Это тоже капитализация, дорогие друзья, правда расчетная. Вторая капитализация. Первая, понятно, да, это когда инвестированные или кредитованные средства превращаются в имущество. Второе, это когда идет так называемая, то есть возможность, что стоимость, рыночная стоимость акции будет выше номинальной стоимости. То есть как раз это рост стоимости акции выше 1 доллара. И третий уровень или третий так называемый, третий уровень капитализации, это получение дивидендов. То есть инвестировали средства, они начали, технология начала работать, то есть то имущество, которое мы инвестировали, кредитуя его, да, и начало производить доходность, прибыль и получая дивидендов. Это третий уровень. Я вынужден, прошу прощения, вынужден прокашливаться. Голос немножко барахлит. Так, получение рост дивидендов, это, скажем, часть акции. Есть четвертый уровень. Так, возможность участия акциями предстоящих адресных проектов. Как, что, каждый проект будет. Может быть, вот через использование механизма ICO. Разные возможности будут. Все может быть, но это отдельно уже история. Рост международной веры, расширение рынков, этим мы занимаемся. Патентование сертификации в странах адресного проекта и так далее. Планетарная потребность, это все возможности. Причем колоссальные возможности. Слабости. Отсутствие компетенции вывода акций, они растут. Это было написано, вот то, что вы сейчас видите, было написано три года назад. Оно все время уменьшается, эта слабость. Закрытость создания внутреннего рынка. Да, он закрытый, но это слабость. С другой стороны, это необходимость. Акции не имеют рынка до выхода на биржу. Да, не имеют. Ни в кому нельзя их. Но это слабость, с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, это безопасность в какой-то степени, чтобы не было спекуляций. Потому что, кто его знает, что мне за углом вдруг Петров втюхивает. Понимаете? Просто нет и все. Значит, нет. Потому что уже это пытались, кто пытался это делать. Правда, такими хитрыми методами. Банковская система, она просто консервативна, причем страшно консервативна. Причем она еще и коррумпирована. Процессы по Европе сейчас показывают, что 85% европейских банков коррумпированы по полной программе. И занимались, и занимаются отмывкой денег. И это отдельная история, на нее не будем сейчас тратить времени. К рынку, значит, слабость является, но это опять-таки не столько слабость, сколько это необходимо, что инвесторы подключаются к рынку ценных бумаг при IPO. После 6 месяцев, после полугода, 181 дней с начала IPO. То есть сначала выводятся свободные акции. Помните, да, я вам говорил, что из каждой компании, Евразия, НРС, Сент-Холдинг, КРАС, 2 и 3, для залогов под кредитование выделяется по 50% минус 1 акция. А 50% плюс 1 акция в каждой из трех компаний, они должны остаться свободными. Вот они-то и будут выводиться вначале на IPO, то есть на биржу, и по прохождении, что там могут быть очень интересные ситуации. Вышли по доллару, на 10-й день подскочили там до 10 долларов, а мы сидим смотрим. Вот это некоторая слабость. Тут бы взять и скинуть бы свои акции, например, кто-то подумал, да, а еще, а что произойдет на 150-й день? То есть мы следим за тем, что будет происходить на рынке. Поэтому сегодня просто так вывести их и посмотреть, потестировать, это не совсем правильно. Надо вовремя и правильно вывести. Поэтому будьте терпеливы, не спешите и будьте уверены, что акции будут вовремя выведены на IPO. Причем сегодня я все больше и больше уверяюсь в том, что если или когда до IPO, то есть до вывода акций на международный рынок, на биржу, будет проведены несколько ICO, или прямо несколько десятков, или будет действовать наша, например, платформа крипторешений, это будет большой плюс, что может быть этого и будет уже достаточно, чтобы выводить акции на IPO. Но все равно одним из критериев будет в любом случае то, сколько проектов, с какой доходностью строится и сколько эксплуатируется или находится в предэксплуатационной стадии. Это очень важный показатель. Закрытость заодно в рынке, значит инвесторы так, отсутствие навыков компетентного обеспечения, да. Эти навыки пока отсутствуют, но все больше и больше над этим, и все правильно в этом направлении идет работа. Дефицит в квалифицированных кадрах. Это самая большая слабость, потому что я так чувствую, это мое видение, что такой проект, как SCOVEY, он требует здесь вообще отдельного направления. Целой агентуры, которая бы начала уже давно работать. Я пару раз вякал, мне задают сейчас вопросы, масло, куда же вы делитесь со своим обучением и так далее. Нет денег, нет людей, нет времени на то обеспечиваться. Понимаете, пока. Потому что все в свое время. И кадровая политика, она должна быть в руках головной компании. Как только она определится, тогда мы можем и сами идти дальше. Потому что, видите, пытаешься иногда бежать впереди паровоза, а получается нестыковки. Поэтому мы сейчас упорядочиваем свою деятельность, сотрудничество. И в ближайшее время правление SCOVEY Capital будет в Минске 27 числа согласовывать все действия по поводу адресных проектов. Как, скажем, к ним пройти? Потому что адресный проект, он еще должен родиться, пройдя все эти стадии, о которых мы еще сегодня тоже пару слов скажем. Так, на что была выдана сертификация на использование технологии или на производство технологий? На Олег, значит, сертифицируется технология и конкретные средства передвижения. Я вам, вот я отсюда стер, значит, на несколько вебинаров назад я вам показывал сертификат, на котором было указано, что сертифицированы такие-то, такие-то системы транспортного средства, там, по-моему, и Никар был, вот, на их соответствии требованиям, соответствующим требованиям, да. И поэтому сертифицируется именно конкретное транспортное средство. Потому что технология, она, мы просто говорим, что технологию сертифицируется. Технология во что она выливается? Хотя и технологию надо сертифицировать, потому что, например, технология строительства, ее надо сертифицировать, уже, вернее, не сертифицировать, а ее надо описать, и она пройдет свою сертификацию, когда будет применяться, ну, например, в Минске отработали технологию строительства транспортной структуры или линии, пути, которые поднят на второй уровень, вот, и теперь мы с этим приехали в тот же самый Вьетнам. Что там будет происходить? Вот там будет он сертифицироваться, процесс строительства, установки опор, их фиксации, там будет определяться расстояние, прочность, сроки какие-то и так далее, и так далее. А сама это называется технологией. А производство именно сертифицируется в соответствии требованиям. Это сложный процесс, Руслан, правильно? Но постепенно. Совершенно правильно, да, постепенно это все делается. Закроем ли до конца года вход в корневую? Близок ли переход на 14? Близок, все близко. Сравнительно, сравнительно, Анна, Анна, по-моему, Айна, Айна, Айна. Значит, закроем ли до конца года? Вы знаете, я не Юницкий, к счастью, потому что ему очень непросто. Но если как эксперт Владимир Маркович Маслов, я думаю так, что есть основания полагать, что закроется. Может закрыться, потому что фактически осталось, помните, да, вот здесь я показывал, что осталось. Осталось нам просертифицировать по бизнес-плану высокоскоростную трассу, она еще не построена. Теперь давайте прикинем. Юницкий говорит, что в принципе можно и построить, но там есть свой процесс. Поэтому, как считать, что такое закрытие? Закрытие это когда уже все сделано, или закрытие делается тогда, когда все финансы для закрытия есть. Отсюда и танцевать надо. Поэтому трудно сказать, как Юницкий посчитает, что средства есть, они лежат в банке, в лучшем случае, или есть гарантии, очень железные гарантии, что эти средства в нужное время поступят. Вот, это раз. Юнивинт, его тоже надо сделать, хотя он в принципе может быть и после сделан. Но что очень важно, нужно сделать Юнитрак и Юникон. Это очень важные вещи, здесь сейчас очень большой рынок за этим стоит. Хотя и за этим за всем тоже стоит рынок. Поэтому, значит, можно сказать так, что близок ли переход на этот самый, ну вот бог его знает, как взять, близок ли переход на 14 этап. Ну, я думаю, достаточно близок, потому что остался последний подэтап, 13 этапа. Ну, думаю, ближайшие полтора-два месяца вероятность очень высокая. Очень высокая. Так, дальше, дальше, дальше. Увидим ли мы в этом году демонстрации небоса в... Нет, я думаю, что, хотя бог его знает, где вы хотите увидеть. Вполне реально, что разогнать его можно будет в случае, когда эта трасса будет в Эмиратах построена. Вот, но сертифицировано будет ли 500 километров в час или нет, сомневаюсь. Потому что там надо очень большую шкалу скоростей пройти, прежде чем до 500 километров дойти. Вы помните, когда шла сертификация Юникара, Юнибуса, извиняюсь, Юнибуса У-4-210. Его гоняли, начинали с 60 километров в час и доходили до 120, на 120 гоняли очень много. И потом только показали 150 километров. По-моему, один раз только и то не выходили. Потому что это не цель там была 150 его. Ведь, понимаете, важно, чтобы была гарантия, что он на 150 работает. И уже привязано к конкретным условиям, это будет делаться. Потому что, скажем так, в 9 случаях проектов, о которых мы говорим, городских проектов, там нигде ему не надо будет ездить выше. Средняя скорость будет. Там пики есть больше 100 километров, а пики все до 120 километров. А средняя скорость, начиная считать, получается 80-90 километров в час. Вот и все. При тех решениях, которые сейчас предлагаются в пилотных проектах. Понятно. На более длительное расстояние смешно. Потому что у людей еще пока логика в голове, что это как трамвай должен ходить. Нет. Он должен связующим быть. Это очень хорошо поняли во Вьетнаме, когда мы рассматривали систему на примере замены монорельса в структуре развития и дополнения в Хошимине системы метро. Станции метро. Они поняли, что не надо промежуточных станций делать. Если это от метро А до метро Б, то стартовал, через 20 километров остановился. Тогда есть эффект очень большой. Во-первых, большое количество перевозимых людей со стыкующих станций. И очень быстро. А тем самым опять-таки объем увеличивается, количество перевозок. Увидим ли мы так. Так, 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 Руслан. Что там у нас еще есть? Вопросов больше не вижу. Вопросов больше не вижу, да. Так, что там еще было? Одну минуту я быстро посмотрю. Евгений просил, что можно ли вы сюда сбросить ссылку на презентацию с Кайвей. Это обратитесь к Алексею Дьякову. Так, это вопрос, если так от вы математика не получает. Ну, яшно. Там же вся и так-так-так-так-так-так. Трис. Вода не может. Не. А куда-то делать? Ну, там были просто комментарии. Расскажите про технологии строительства пути 1 км в день. Будет ли больше? Ну, значит, смотрите, технологии строительства. Вы понимаете, там и быстрее можно строить, чем 1 км в день. Это я как пример приводил. Потому что разбивается участок там 10 км, разбивается на километры. И можно построить за 1 день, если база подготовлена. Но базу надо подготовить. И одна бригада работает на 1 км. 10 бригад. Вот вам, пожалуйста, за 1 день 10 км сделали. Но все стыковки, все эти вещи должны технологически быть отработаны. И общая наладка. А в принципе сборка, так называемая, за 1 день будет вполне произведена. Вот принцип. То есть многоходовой принцип или так называемый параллельно 10 участков под участков сразу строится. Токены. Что токены? Токены это хорошая вещь, но там много но есть. В записи будет ли этот вебинар? Будет. Будет обязательно. Запись идет. Так, дорогие друзья, мы с вами плавно подобрались к концу. Мы с вами плавно подобрались к концу. Значит, опасности. Я буквально пару слов остановлюсь на опасности. Сейчас все больше и больше опасностью или, скажем так, называемой слабостью, даже не слабостью, опасностью является влияние на последних этапах различных, значит, онлайнеров, которые бог знает что несут, троллей и так далее. Они становятся все более профессиональными. И это достаточно серьезно может влиять и влияет, и может влиять. Поэтому и ролик-то был выпущенный головной компанией не случайно. Это риски различных противостояний. Только отсюда. Причем, вы понимаете, что это не только транспортные. У нас оказывается, что нашими конкурентами, или мы конкурируем не только с транспортными компаниями, а и с инвесторами, которых все больше и больше. Что только не предлагает. Куда только. То есть у меня, например, уже засорен весь мой, вся моя почта. Каждый день приходят там десятками предложений инвестировать. Десятками сюда в скайп приходят. Я просто вот устал уже стирать. Прошу помощника иногда это делать. То есть это очень непростой процесс. Регуляция народного инвестирования. То есть я и говорил уже, и краудфайнансинг, и краудкредитинг, или крауднародное кредитование. Это и есть финансинг. В принципе. Все больше и больше мы приходим к тому, что это придется регулировать. Потому что страны, например, даже вот в Эстонии, я уже говорил об этом вскользь, но напомню, что эстонский финансовый регулятор принял от Европейского Союза, вот есть и положительные процессы, принял так называемые рекомендации, и они, оказывается, с ними достаточно сильно работают, чтобы действительно оставить учетную функцию себе и надзорную функцию, а не запретительные функции чего-то делать. То есть без лицензии разрешать определенные проекты, как бы кредитовать. Потому что видят финансовые регуляторы, что средств много, людям некуда их девать, а просто так куда-то, и так, и так делается. И поэтому лучше пускай уже будет под надзор на это осуществляться. И поэтому у нас есть достаточно хороший шанс попасть в экспериментальный поток. Будет время, увидим. Доброжелатели, это мы говорили, нападки с стороны различных, саботаж на различных уровень в процессе. Это встречается и немного. Поэтому я не исключаю, к сожалению, что мы до сих пор не совсем разобрались, кто там в Италии выступал. Есть основное полагать, что это могли быть и наши доброжелатели, которые там запороли этот проект. Не проект, а эту презентацию. Так что, всяко может быть, дорогие друзья, уже и на холодной иногда не мешает подуть. Что я думаю о крипте? Потому что я не знаю об этой криптовалюте Хаврата. Вы у него спросите, что он о ней думает. Ну, это опять-таки мы конкурируем с ним. То есть он отвлекает людей от основного процесса. Понимаете? Хотя он мне и сказал, я с ним беседовал. Он говорит, ну, так ты же тоже можешь поучаствовать. Вот 400 или сколько там долларов обязательно проинвестируй в технологии. Потом давай вот начнем в этот самый крипто. Вернул Андрей. Ну, извини меня. Не буду комментировать. Это некорректно сейчас с моей стороны. Поэтому сами разбирайтесь. И я лично не буду это делать. Вот и все. По разным причинам. Есть ли сегодня программируемое время выхода на IPO? Трудно его. Я же вам сказал, что... Что значит, мы спрограммировали... Смотрите, Людмила, значит, уважаемая. Мы спрограммировали... Не мы, а головная компания спрограммировала в 2013 году завершение 15 этапа в 2017 году. Помните, да? И бизнес-план специально не корректируется. Сегодня мы находимся в 2012 году. И мы еще не просертифицировали. Что планировать? Зачем? Что это даст? Это ничего не даст. Планируется? Конечно, планируется. Планируется после завершения. Это первое, что планируется. После завершения 15 этапа. То есть технология отсертифицирована. И, вернее, технология, правильно сказать так. Проект завершен. Сертификацией. Там технология сертифицирована. Я уже отвечал, да? Просертифицированы все средства движения. Технологии возведения транспортных структур. Автоматизированная система. Потому что очень много по автоматизированной системе управления. Друзья, вопросов. А как? А за счет чего? А как будет обеспечена безопасность? Что один вагон на другой не наскочит? Что будет дистанция соблюдаться? Что воробей на пути сидящий не помешает? И так далее, и так далее. То есть масса разных вопросов. Поэтому это второе. То есть проект завершится. Второе. То, что уже в работе несколько проектов будут находиться. Пока они находятся только в Марина Горка и Абу-Даби. Извиняюсь, в Шарадже. Строительство инновационного центра Skyway. И десяток проектов на различных стадиях предпроектных и проектных стадиях. Разработки. Понимаете? То есть два, три, пять проектов, которые уже строятся вовсю. Желательно, чтобы один работал бы, например, или два работали бы. Ну и пару, и три, четыре, пять этих самых ICO проведено. И, скажем, идеально, как я уже говорил, если будет работать еще и наша платформа. То есть это очень важный критерий. Вот отсюда, значит, вот и планируемость, уважаемая Людмила. Прогнозирование, вернее. Что вы думаете о критериях? Я тоже не буду так. Ну, каждый принимает сам решение. Возможно ли дивиденды в 2000... Ну, все возможно за 2019 год. Это принимает GTI решение, значит, а какие дивиденды вам нужны, уважаемый Вячеслав? Вы хотите просто так, чтобы звук был? Или вам нужны дивиденды? Понимаете, если формально... Я в своей жизни видел, когда формально компания написала, ну, скажем, было принято решение на собрание дивиденды, выплатить там в 1998 году. И они были выплачены. Один цент на всю кучу... Один цент. Не евро, а кроновый цент эстонский на всю кучу акций. Я обещал тебе дивиденды, ты массовый получил свои дивиденды. Нам что, это нужно? Нам нужны серьезные, хорошие, нормальные дивиденды. Какие-то... Поэтому, естественно, у компании есть своя прибыль, определенные свободные средства. Но что значит в 2019 году? Вот давайте поразмышляем. Хороший вопрос. Значит, что значит выплатить дивиденды за 2019 год? Вот смотрите, я вам обрисую ситуацию. Мы завершаем этот год, или вернее, головная компания завершает этот год. Она подводит итоги. И у нее, допустим, получается по строительству. Потому что в Шарже и в Объединенных Арабских Эмиратах есть очень эффективные проекты. Но об этих проектах, я прошу прощения, об этих проектах пока Юницкий по определенным причинам не распространяется. Он не имеет права это делать. И правильно. Понимаете? Там очень эффективные проекты. По ним вполне могут и будут хорошие прибыли. И теперь, ну предположим, это 100 миллионов. Вот 100 миллионов прибыли. Теперь что этой компании, что компании лучше делать? Дальше распространять, значит, и развивать, привлекать еще инвестиционные средства, или же часть этих самых, принять решение, значит, ничего не делать, не инвестировать, значит, а взять, выплатить дивиденды. Что такое выплатить? И скорее всего можно выплатить 20%, 20 миллионов, но разделить эти 20 миллионов на 200 миллиардов акций. И вы поймете, что это будет, сколько будет на акцию дивидендов. И стоит ли разбазаривать в этом смысле средства? Надо подумать, не знаю. Все познается в сравнении, уважаемые. Именно, хороший. Так, дел из... Крупный троллиг, правильно, да. Дело в том, что уважаемый, уважаемый, значит, ну ладно, сейчас не буду. Может ли, собственно, и наш транспорт появляться на характере международных отношений, занижать? Я не понимаю, что он может занижать. Думаю, что нет. В какой там международных отношений? Что там? Я думаю, что нет. Наоборот, значит, он может повлиять в хорошем смысле, потому что, смотрите, Евгений, что я могу сказать? Даст Бог, чтобы, скажем, не сглазить. Смотрите, значит, скорее всего, над Ладан дышит транспортная связь, проект Rail Baltica, европейский проект. Он дышит на Ладан, много знаков на этот счет есть, да? Это трасса, которая должна была быть построена из Сталина до Берлина и далее до Парижа. Вот. Значит, там много причин, и трассы не будет, но ничего не мешает нам предложить свою технологию. Потому что ничего другого, более хорошего, сюда не предложить. Она была дорогая, ее окупаемость даже не... Она более 50 лет, даже такая расчетная при очень таком, скажем, ну, мягко выражаясь, положительном сценарии. А если это не пойдет так, то там 70 лет окупаемости этой Rail Baltica. Вот. Поэтому, наоборот, если наш проект будет, он будет только положительную сторону поддерживать взаимоотношения. Компания Alibaba начала платить дивиденды через... Да, да, конечно. Имеет смысл там дергаться. Хотя очень хочется. Я уже не один раз озвучивал, что я планирую в 2021 году сменить транспортное средство за счет львиной доли дивидендов, которые, предполагаю, получить. Но, как говорится, время покажет. Вот. И в завершение... А, у нас время уже иссякло, дорогие друзья. Значит, я благодарю вас за внимание. Хотел пару слов сказать про адресные проекты, но уже не суть сегодня. К этому еще придем с вами. Желаю вам хорошей весны. Сохранение здоровья своего, своих близких. Работайте над собой, развивайтесь. Берегите себя. Любите себя. Любите, тогда сможете любить других людей. Вот. И строй сковей. Спасай планету. Вперед. Спасибо.